Летом хочется на природу, вот и съемочная группа Infox решила совместить приятное с полезным и организовать скромный пикничок. Багажник большой, продукты влезут все, а клиренса хватит, чтобы без фанатизма съехать с асфальта. Kia в последние годы демонстрирует настоящий ренессанс. Один за одним появляются новые автомобили. Все выдержаны в новом корпоративном стиле, все хороши и доступны. И народ не мог не заметить этого. Продажи Kia даже во времена кризиса не пугают резкими падениями. Наоборот, компания расширяет модельную гамму. Одна из свежайших новинок – седан Kia Cerato. Честный автомобиль, без претензий. И это в нем и ценно. Обычный седан гольф-класса, коих в городе десятки тысяч. И вроде в потоке не выделяется, если не приглядываться. Но есть во внешности Cerato несколько изюминок, которые наглядно демонстрируют новый уровень компании. Такие штрихи – у дел почтенных фирм, давно продвигающих свое имя. Посмотрите, как оригинально сделан стык передней стойки с капотом. Даже итальянцы такого не изобрели. А тут – Kia. Лаконичная светотехника, полный сбитый контур. Этот дизайн не устареет и через 3-4 года. За экстерьер уверены и 5 баллов. Внутри все несколько проще, но ощущения обманутых надежд нет. Все также честно. Твердый пластик – ну и что? Зато климат моментально прогоняет по салону прохладный воздух. Автомат задумчив, да и черт с ним. Корейцы сняли с 1,6 литров рабочего объема целых 126 лошадей. И с ними Cerato даже в автоматическом ошейнике не отстанет от потока на светофоре. А многих и обойдет. Динамика на твердую четверку. Салон просторен ровно настолько, насколько это надо. Эдакое среднее арифметическое из всего, что есть в сегменте. Сзади спокойно сядут двое. Если очень надо, их сможет потеснить третий пассажир. Спереди места хватит и хрупкой женщине и такому дядьке, как наш тест-пилот. Нравится мне этот седан. Лежит душа к нему. Как его еще можно похвалить? Да, я бы на таком ездил. Мне хватает 126 лошадей. 619 тысяч – вполне адекватные деньги за современный автомобиль. Хорошая цена. Надо брать.